На кадрах этого видео видно, как машина с изинизатором несанкционированно сливает отходы одного из предприятий нашего округа в канализационный люк. Действующих таким образом людей, к сожалению, не волнуют, как эти отходы могут навредить окружающей среде и работе очистных сооружений. 520 рублей за кубометр или многомиллионные штрафы. Некоторые предприниматели совершенно не задумываются о последствиях своих действий при сбросе отходов в канализационный люк и о том, что вредят природе. Чтобы не нарушать закон, требуется заключить договор на вывоз жидких отходов осинизаторской машины для последующего обезуреживания и очистки с компанией, которая имеет лицензию на эту деятельность, например, с Ощелковским водоканалом. Предприятия, которые хотят сливать стоки, они должны обратиться в водоканал, заключить с нами договор соответствующий. Мы оформим все необходимые документы и вывезем сточные воды на наше предприятие для дальнейшей очистки. На очистных сооружениях все жидкие бытовые отходы подвергаются механической системе очистки. Сточные воды проходят через несколько фильтров, а далее через первичные и вторичные отстойники. После уже очищенную воду сбрасывают в реку. Производительность очистных сооружений на сегодняшний день составляет 320 тысяч кубов в сутки. Очистные сооружения принимают хозяйственно-ботовые стоки пяти городов. Это Королев, Пушкино, Фрязина, Ивантеевка, соответственно, Щелково. Основной проблемой очистных сооружений является несанкционированный сброс промышленных предприятий. Нам рассказали, что большое количество химических элементов в несанкционированных сбросах пагубно влияет на активный ил, который очищает стоки, тем самым мешая биологической очистке сточных вод. Несмотря на то, что у нас есть свои собственные насосные станции, через которые мы скачиваем все стоки на очистные сооружения, также на территории есть множество незаконных колодцев, через которые поступают стоки на наши очистные сооружения. В ближайшем будущем мы отработаем такие точки, где будем уже знать, что какое предприятие сливает на наши очистные сооружения. Помочь пресечь нарушение закона могут неравнодушные жители. Если вы стали свидетелем подобных противоправных действий, звоните в круглосуточную аварийно-диспетчерскую службу водоканала по телефону 8 496 56 2 11 72. Если вы сможете предоставить предприятию фото или видео данного преступления, то оно гарантирует премию в 1000 рублей.